Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о новой волне роста, обсудим также данные по вакцине, последние новости по перестройке завода Тесла в Германии, ну и собственно обсудим все последние новости, которые происходят на рынке. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, ну и также ваши вопросы оставляйте в комментариях. Вчера мы видели новую волну продолжения роста на фондовом рынке, многие акции показали локальный максимум, в том числе индексы S&P 500, Dow Jones, ну собственно позитив продолжается, то есть та коррекция, которая была, она была непродолжительной и собственно опять быки берут инициативу в свои руки. Собственно, как мы обсудили на подкасте два трейдера, в целом большинство аналитиков, большинство стратегов с Уолл-стрит ожидают продолжения роста по ключевым индексам, в том числе по индексу S&P 500 вплоть до 20-25% в течение следующего года, ну а более подробно мы обсудили на подкасте, ссылочка будет в описании к этому видео, также вы его можете послушать, и получить данную информацию. Ну а мы перейдем к текущим новостям, которые происходят на рынке. Собственно, вот администрации Трампа поступило новое предложение по новому пакету стимулирующих мер, чуть меньше триллиона, 916 миллионов. Собственно, данный законопроект был предложен вчера и опять же, это весь год был позитив для рынка, ну он всегда является позитивом, поэтому если его все-таки примут, то, собственно, опять же, определенный позитив на рынок это может привнести. До этого Байден предлагал что-то вроде 1,4 триллионов, но пока все еще мы ждем, все еще не могут договориться и, конечно, пока данные по вакцине занимают первое место. Ну и помните, мы с вами обсуждали то, что Трамп будет все-таки опротестовывать выборы, которые прошли. Он эту попытку сделал, хотя разрыв был не такой большой, как в 2000-х годах в борьбе между Гором и Бушем, но, тем не менее, Трамп попытался в Верховном суде как раз оспорить эти данные, то, что выборы были посредством почты и, конечно, он сделал на этом акцент. Но данные, которые Байден как раз опротестовал в Пенсильвании, они были отклонены, но, собственно, пока шансов у Трампа все-таки стать президентом уже практически не остается. Возможно, он будет перезабираться на второй срок уже через 4 года, но посмотрим, по крайней мере, здесь пока администрация избранного президента Байдена, да, она более защищена и вряд ли Трамп сможет все-таки прийти. А также на рынок, как мы уже сказали, мы видели вчера новый локальный максимум 3700 достигал индекс S&P 500, все-таки позитив с точки зрения регистрации вакцины. Да, я напомню, что на этой неделе в четверг должно быть решение от FDA по поводу регистрации вакцины от Pfizer. Естественно, если она будет зарегистрирована, то новую волну роста на рынке мы, безусловно, можем увидеть. Поэтому позитив, он сохраняется и мы продолжаем за этим следить. Поэтому пока коррекция не ожидается. То есть, те, кто планировал шортить рынок, то, наверное, пока этого делать не стоит. Если уж коррекция произойдет, то используется дезерония для захода на продолжение роста. Также по AstraZeneca, да, это британская вакцина. Вчера была пресс-конференция, на которой также позитив был донесен ведущим экспертом, который как раз отвечает за разработку данной вакцины в Великобритании. Еще раз предоставили данные по испытаниям. То есть, общая эффективность составляет порядка 70%. И уже в ближайшем, время, да, то есть, вакцина может быть донесена до, соответственно, до вакцинации. То есть, в любом случае, все эти новости, они отыгрываются позитивом. Ну, а вот для Tesla новости не очень оптимистичные. Tesla, я напомню, строит завод в Германии для того, чтобы начать производить автомобили на европейский рынок. И тут им помешали змеи, да, потому что Tesla строит довольно-таки большие заводы. И для того, чтобы его уместить, необходимо вырубить часть леса. Но экологи против, так как там живет определенный вид змей. И, собственно, они против того, чтобы это происходило. Но вот Tesla не дает змеям, не дает змей, не дают как раз построить завод в Германии. Что важно, да, важно то, что Tesla, да и, в принципе, производство электромобилей не заняло пока существенную долю. То есть, сейчас это порядка 5% от общемирового производства, да. Напомню, что сейчас Tesla производит порядка 700 тысяч автомобилей в год, хотя Toyota производит порядка 10 миллионов, да, и она делает это уже несколько лет. Поэтому рынок, он огромный. Конечно, расширение производства на локале. То есть, сейчас производство Tesla идет в США и в Китае. То есть, если выйдут на европейский рынок, то, конечно, эта емкость рынка, она крайне большая. И вновь увидеть Tesla в космосе мы можем. Но, конечно, здесь важно понимать то, что в декабре Tesla включат в индекс S&P 500. И вполне вероятно, что тот рост, который мы видели, он на какое-то время может прекратиться, потому что, ну, уже слишком дорого, да. Ну, с точки зрения разумных инвестить. Конечно, если будут приходить новые деньги, то да. Плюс фонды начали уже постепенно покупать акции, так как, ну, с точки зрения ребалансировки именно портфеля по S&P 500. Но, опять же, мы можем увидеть такую же ситуацию, как было там с S&P в 2000 году, когда был локальный максимум, который все еще не обновлен. Ну, понятно, что, возможно, если это будет чуть быстрее, но, опять же, нужно быть аккуратным, да. То есть, если лучше ходить в Tesla, то каким-то небольшим объемом, чтобы быть готовым докупать там на коррекциях на 500, на 400, на 300, если она произойдет. То есть, к этому тоже нужно быть готовым. Ну, а теперь давайте посмотрим, что происходит на рынках. Рынки уже вновь показали новые локальные максимумы. Валюты продолжают движение в продолжении ослабления американского доллара. Евро показывал нам небольшую коррекцию в течение трех дней. И сегодня уже мы торгуемся выше максимальных значений, которые были с вами ровно вчера, во вторник. Поэтому здесь можем предполагать попытки завершения как раз вот этой непродолжительной коррекции, которая была, и продолжения роста. Я лично для себя заходить в подобную ситуацию не буду. Я все-таки буду ждать более затяжной коррекции в области дня 19-18. Если она произойдет, то буду заходить уже с тех уровней. По британской валюте. Здесь мы видим на текущий момент также возобновление роста. В понедельник продавцы пытались обновить локальный минимум, но быстро это движение, собственно, было откуплено. Сейчас уже мы видим вновь повышательное движение по британской валюте. Соответственно, если мы сможем закрепиться выше максимальных значений вторника, то можем также говорить о том, что тенденция перешла вновь в восходящую с точки зрения часового таймфрейма. Опять же, коррекция была непродолжительной. Данную ситуацию я для себя использовать не буду. А по паре американский доллар, канадский доллар. Здесь падение несколько остановилось. Дошли до целевых уровней, которые мы также отмечали ранее. 1,2790 отметка. И с текущих уровней падение несколько притормозилось. Вопрос, будет ли коррекция? Собственно, здесь пока мы не видим переход в фазу коррекционного по данной валютной паре. Поэтому, если пара американский доллар, канадский доллар сможет закрепиться выше отметки 1,2825, то коррекцию тогда можем ожидать. И уже по завершению данной коррекции будем смотреть оптимальный уровень для входа на продолжение как раз тренда. А пара американский доллар, японская иенова. Здесь у нас больше такой треугольник. То есть, с одной стороны, мы локальный минимум второй половины ноября еще не обновили, но также выше максимумов начала декабря тоже пока еще не ушли. Вполне вероятно, что здесь также будет развиваться коррекция. Собственно, сейчас она с точки зрения часового таймфрейма, по крайней мере, она и преобладает. То есть, в моменте пара американский доллар и японская иена движется на повышение. Соответственно, здесь также можно увидеть определенный треугольник, формацию треугольника. Если все-таки мы обновили локальный максимум, который был в начале декабря, то волну коррекционно восходящего движения по доллару иене мы сможем увидеть. Ну, а соответственно, с тех уровней, где она становится, лично я для себя рассматриваю как неплохие уровни для того, чтобы еще раз войти в шорты. Например, на область 105.62, с этих уровней я бы как раз уже и искал возможности продать. По паре австралийский доллар, американский доллар, ну, как я уже сказал, то есть коррекция завершилась довольно-таки быстро. Буквально два дня стояли вот в таком нисходящем движении и сегодня также уже австралийцы с открытия обновляют локальный максимум, уходят выше максимума вторника, ну и, собственно, получает развитие как раз восходящая формация по данным инструментам. Опять же, мы торгуемся на локальных максимум, поэтому здесь только входить, если будет коррекция. По новозеландцу также мы возобновляем рост, также мы смогли сегодня закрепиться выше максимальных значений вторника, что также с точки зрения часового таймфрейма у нас приводит в фазу восходящего движения по данному инструменту, поэтому ожидаем движение на локальный максимум 3 декабря, но опять же с точки зрения захода в позиции здесь пока я эту ситуацию не рассматриваю. А вот по золоту, как я уже говорил, то есть так у нас сформировалось все-таки сейчас с точки зрения дневного таймфрейма, да, после локального максимума, который мы видели в августе на отметке 2060 долларов за тройскую унцию, у нас сформировался нисходящий тренд и, собственно, здесь я буду пробовать заходить в позицию на продажу, да, по направлению нисходящего движения, потому что все-таки позитив на фондовый рынок приходит и из золота, как актива-убежища, инвесторы выходят, перекладываются в рисковые активы, такие как, соответственно, акции. Поэтому развитие как раз нисходящего формата здесь я для себя рассматриваю. Сегодня мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера, поэтому для меня здесь появился сигнал на поиск продаж. Я поставил отложенный ордер на примерно 50% коррекции внутри вчерашней торговой сессии, стоплостный стоит за локальный максимум, ну а цель по снижению это область 1772, там я как раз поставил свой take profit. Поэтому здесь пока я внутри дня ожидаю небольшую коррекцию до как раз примерно 50% диапазона вчерашней торговой сессии, там у меня стоит отложенный ордер. Если эта коррекция случится, то по золоту в эту позицию я войду, с текущих уровней я входить не буду. Индекс DAX продолжает также свое восходящее движение, сегодня мы практически без коррекций. Ну вчера позитивный день завершился для индексов, в том числе для индекса DAX, но опять мы торгуемся по локальным максимумам отметкой 13412. То есть пока мы не закрепились полностью выше данного уровня, то пока мы видим, что DAX не может преодолеть данный локальный максимум и собственно обновить свой исторический максимум. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма, да, мы видим сохранение восходящей информации. Сегодня крайне активное движение, то есть уже получили ускорение вчера с локальных минимумов и движение, да, продолжается. Но опять же лишний адрес для себя эту сделку использовать не буду, да, то есть не вижу пока для себя перспективы здесь. S&P 500, как я уже сказал, обновляют локальный максимум. Сегодня также по фьючерсу мы торгуемся выше максимальных значений, которые были с вами равны вчера, поэтому откупают все коррекции, которые происходят. И пока тут позитив, который появляется на рынок, все-таки преобладает. И сейчас мы торгуемся уже выше отметки 3700. И, как я уже сказал, да, по S&P 500 многие стратегии с Уолл-стрита ожидают продолжение роста в диапазоне от 10 до 20%, даже до 25% в течение следующего года. Поэтому, да, коррекции, скорее всего, мы можем ожидать, но любые коррекции на 5, на 8, на 10% будем использовать как возможность заходить как раз на продолжение данного тренда и на продолжение роста. А нефть марки Brent также продолжает свое восходящее движение. Пока так небольшая коррекция, опять же, которая была, несколько торговых сессий, то есть понедельник, вторник, она сегодня завершается. Сегодня мы уже показываем локальный максимум и, по сути, открывается дорога уже на 50 и на 51 доллар по нефти марки Brent. В нефть я не вхожу, у меня куплен ExxonMobil в мой инвестиционный портфель, поэтому здесь я для себя рассматриваю также позитив, да, то есть если нефть растет, то, соответственно, акции нефтяных компаний также подрастают, но спекулятивно входить здесь я тоже пока не буду. Поэтому я, как я уже говорил, больше концентрировался именно на инвестиционном портфеле, потому что были хорошие акции, которые можно было подобрать и, собственно, продолжаю тоже за этим следить. Вот единственная сделка, которую пока я планирую, именно с точки зрения трейдинга, это сделка по золоту. Ну что ж, неделя обещает быть интересной. Опять же, сегодня начнет торговаться DoorDash, завтра начнется торговаться Airbnb, да, эти акции будут доступны также на счете Admiral Invest, если вы хотите в них инвестировать как раз после выхода на IPO. И ждем решения от FDA по поводу вакцины, то есть, собственно, это может дать определенную также волну позитива на рынок. Ну, конечно, если что-то пойдет не так, все-таки ее не пропустят, что, конечно, рынок пока не ожидает, то, конечно, коррекцию здесь мы как раз можем и увидеть. Но обсудим это уже в пятницу. Всем желаю хорошего торгового дня, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, вопросы оставляйте в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как завершается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.